Лёгкий как воздух и проходимый как танк. Инспекторы ГИМС спустили новый вездеход на воду. Зимой он поможет спасать горе рыбаков и просто провалившихся под лёд. У эффективности судна на Ячинском водохранилище убедился мой коллега Андрей Ткачёв. Первый рык этого монстра ознаменовал новую эру безопасности на Калужских водах. Хивус-10, как его назвали, или же просто лодка на воздушной подушке во владение сотрудников ГИМС перешла всего пару месяцев назад. А на воду так и вообще спустилась впервые. Но уже заметны явные преимущества. От одного конца берега до другого эта лодка может добраться меньше, чем за минуту. А если учесть, что она одинаково хорошо передвигается как по воде, так и по льду, то шанс спасти незадачливых рыбаков увеличивается в разы. Скорость Хивуса около 60 км в час, а на однородной поверхности он и вовсе может разогнаться до 80. Водитель Сергей Винокуров лодку сравнивает с хорошей машиной. Говорит, что на освоение потребовалось всего два дня. Управление очень лёгкое, практически как аномарка. Но есть свои особенности. У этой лодки большая инерция. То есть нужно специфику управления знать. То есть заранее останавливаться, потому что очень большая инерция. И тут нужно рассчитывать и скорость, и всё это в совокупности, чтобы нормально маневрировать. Первые учения прошли успешно. Спасатели впервые смогли испытать лодку на льду и отработать действия в условиях ЧП. Хивус стоимостью около 2,5 миллионов рублей поставленной задачи выполнил на 5. Но тем не менее сотрудники ГИМС уверяют, что даже при том, что шанс помочь увеличился, спасение утопающих всё-таки остаётся делом рук их самих. Сейчас такой период наступает, очень опасный. И поэтому выходить на лёд, на первый лёд, надо воздержаться. 15-20 сантиметров надо дождаться, когда установится, тогда выходить. Поэтому сейчас, конечно, выход на лёд сопряжён с опасностью для жизни и здоровья.